Радио Болтков Время встречаться и говорить Здравствуйте, дорогие наши слушатели Продолжается программа Радио Болтком Телефоны прямого эфира 6212-93-9 6213-93-9 А то гости не верят, что у нас сегодня прямой эфир Вера Ивановна Бабичева Сегодня в нашей студии Российская актриса Причем заслуженная артистка Армении Заслуженная артистка России И об этом мы тоже поговорим О всяких перифетиях судьбы А также продюсер и режиссер Екатерина Ланская Здравствуйте Здравствуйте Да, и мы поговорим И, конечно, об этих встречах О том, как Рига завязывает вообще в узел Как-то самых разных Судьбы разных людей И вот такой перекресток дорог Но, может быть, сначала Несколько слов Вот просто о действительно таких Интересных Моментах биографии Ведь вам удалось поработать И в... Закончить Ленинградский государственный институт Театра музыки и кинематографии Поработать в Ириванском русском драматическом театре Поработать в Волгограде В общем... Чуть-чуть Да, ну вот прямо вот такие зигзаги И в московских театрах А родились вы в Ленинграде В Санкт-Петербурге Теперь Теперь Санкт-Петербург Но это были ведь послевоенные годы И наверняка я понимаю, что Оставила война какой-то... Ну вот какой-то, наверное... Нет, нет, это не до такой степени Я старая, что я помню войну Нет, нет, нет Это точно совершенно Блокально не помню, нет Нет, я говорю о том, что люди, которые родились в этом городе после всех этих событий Наверное, по-другому смотрят на мир, нет? Ну, вообще, я считаю, что люди, которые родились в Ленинграде Они вообще по-другому смотрят на мир И когда бы они не родились Потому что... Ну, мы сейчас как бы собрались по другому поводу Ну, я о Ленинграде могу просто отдельно говорить Это самые любимые годы Там родились все мои близкие Я ленинградка, такая коренная ленинградка И, к сожалению, сейчас у меня там только могилы, на которые я езжу Но всё равно он любимый Я когда лет в 15 уезжала с мамой на дачу Я писала письма Ленинграду Так его любила, писала Куда? Ленинград Кому? Петру И писала свой обратный адрес Ну, вот такая была наивная Такая идеалистка Вот Я никогда не чувствовала никакой обездоленности Хотя, наверное, это были непростые годы Потому что Ну, я была любимая дочка Любимых родителей Поэтому они Ну, я не испытывала Да, мы жили в коммунальной квартире в огромной Где жило 40 человек Ну, такая нормальная ленинградская обыденность До сих пор, кстати, коммуналки ведь там сохранились Ну, вы знаете, я уже так давно уехала И в коммуналках у меня, слава богу, никто не живёт Вот Потом я закончила школу Потом я поступила в Ленинградский театральный логитмик Театральный институт И закончив его вместе со всем курсом Мы уехали действительно в Волгоград открывать тюз Вот была такая глупая, смешная детская идея Эти ленинградские дети ломанулись В Волгоград выдержали месяца три Честно говоря Потому что холодно, голодно И, в общем, это был, конечно, такой Не самый интересный прорыв в моей жизни После чего туда приехал на гастроли Ереванский русский театр И Ереванский русский театр давал нам такую возможность Мы же подписали распределение А это другая республика Ну, вот и свалили туда несколько человек Прямо из Волгограда И как вообще в Ереван? Потрясающе В другой республике, с другим языком Ну, сначала плакала, конечно Потому что скучала по Ленинграду Слышала по радио Какие-то песни про Ленинград Начинала рыдать Потом я маменькина дочка Абсолютная для меня Приготовить что-то Или убрать квартиру Долгие годы была проблема Но всему же приходится учиться И, наверное, Ереван Это одно из... Ну, я скажу, что это самое счастливое время в моей жизни И актерское И человеческое Потому что такой любви Такого приятия меня И такого моего приятия Той страны, в которой я жила Ну, больше не было Вот, наверное, приехав в Латвию уже в качестве Российской гражданки, которая купила здесь недвижимость У меня возникло такое же приятие Вот это странно, но это так В Ереване я сыграла все роли мирового репертуара Я объездила массу стран Я жила, конечно, какой-то особенной жизнью Потому что мои друзья Не в Питере, не в Москве Ну, наверное Может, так жили, так не жили Не знаю Я жила вот в этой жизни Пока не случилось Гастроли Ереванского русского драматического театра Имени Станиславского В городе Москве Я приехала туда с тремя главными ролями Амбиция родилась раньше нас Правда? И я получила несколько предложений Пяти театров Да И... Ну, еще два года я отработала в Ереване Потом, тем не менее, театр Маяковского Любимый, обожаемый Самый любимый на свете Мне позвонили И я уехала Уехала я, рыдая В аэропорту Так что меня спрашивали А что случилось? Вы едете на похороны? Я говорила, нет Я еду в Москву Переезжаю Это было очень тяжело для меня Потому что я поменяла Вот это Окружение всеобщей любви И удачи На очень непростой город Москва Я представляю Я просто... Я жил восемь лет в Москве А, да Ну, а я уже живу Восемь и восемь и восемь Я люблю Москву Это мой город Там мой дом Там два моих театра В которых я работала И сейчас уже возник третий Там много вещей Которые Меня Сделали счастливой Вот Но Сначала было трудно Очень трудно Кроме того, что За первые пять лет Из моей жизни ушли Все близкие Вот так Наверное Бывает Это тяжело Но Все это шло параллельно Вот Но Мои друзья говорят Что я Птица Феникс Я думаю Что это правильно Вот Поэтому я Я как-то справилась К девяностым годам К тем самым Замечательным И Начала работать Но ведь это достаточно Такой вот действительно Жестокий Ну или жесткий Скажем город Не жестокий Но жесткий Где нужно Доказывать Как удержать экзамен Буквально каждый день Так что ты лучший Ну экзамен-то в общем Надо держать везде Вот мы сейчас поговорим Через какое-то время Какой экзамен я держала В Риге Несколько дней назад Но экзамен надо держать везде Другое дело Что Надо сделать так Чтобы ты стала своей Чтобы ты Знаете что нужно? Нужно полюбить Вот пока я не сказала себе Что я люблю этот город У меня ничего не получилось Однажды я себе сказала Значит я люблю этот город Я люблю свою квартиру Я люблю все Что вокруг меня Да это был акт воли Но потом знаете Мой педагог в Ленинграде Говорил такую замечательную фразу Притворитесь счастливыми Привыкните Притворитесь здоровыми Привыкните Притворитесь веселыми Привыкните Притворитесь талантливыми Привыкните Я все время это говорю Своим студентам Которые позже у меня возникли Вы знаете Говоришь И привыкаешь И начинаешь видеть хорошее Когда ты начинаешь видеть хорошее Ты получаешь ответ Но ведь конкуренция То есть то что Вот может быть В театре в Ереване Было возможности Вот как вы говорили Сыграть весь мировой репертуар А вот здесь Насколько это Ну было обидно Или Ну трудно было конечно Ну так трудно было иногда Что просто Казалось что Пойду напротив В химчистку Работать администратором Но нет Я никогда этого не делала И я Сначала я начала играть Потихонечку Потом я стала Играть еще в разных театрах Где это что-то В театре сфера В новом театре Потом в театре Маяковского Возникли роли С замечательными режиссерами Потом я вдруг попала В один из первых Антрепризных спектаклей Это была Рок-опера Дунаевского Соломей Царевна Иудийская И я играла и Радиаду Пела Вот это тоже интересный момент Вот да И мы с этим спектаклем Объездили тоже Очень много И Например Фестиваль В Коста-Рике Где вдруг я выяснила Что у меня хороший голос Там просто очень хороший Был звукорежиссер Это я потом поняла Потому что Ну я вообще такая Театрально поющая актриса А там были реально Поющие люди Но Все равно это было Очень Очень классный Просто потрясающий Опыт для меня Такой Это был один из самых первых Энтрепризных спектаклей Где-то был 92-й Если я не ошибаюсь Год И в Латвии тоже Ведь вы приезжали И были у тебя Как приглашенная актриса Да Мы приехали сюда сначала С театра Маяковского Я играла здесь Шутку мецената И меня здесь все увидели А потом Когда-то где-то в 95-м Или в 96-м Я путаюсь с годами Когда Голомазову Сергею Натальевичу Было предложено Поставить спектакль Соколы и вороны По пьесе Сумбатова-южная Это такой жестокий романс 18-го века И там героиня такая Безумная женщина С цыганскими кровями То было решено Меня пригласить На эту роль И я играла его вместе С Тамарой Судник В очередь И ездила сюда два года И это была Вот первая любовь Такая Да С Латвией у меня И тогда я первый раз Получила свой персональный код Это же интересно Который остался до сих пор Который остался до сих пор Потому что когда уже Через много-много лет Я оформляла свой вид на жительство Сказали Ой, а у вас есть персональный код Это был подарок Как в сказке про козлёнка И тебя посчитали И тебя посчитали, да Вот И тогда вот Два или три года я сюда ездила Потом просто кончился у меня Вид на жительство На то Было всё-таки другое время Ну и потом в Москве У меня возникли уже Другие обстоятельства Я стала преподавать в ГИТИСе Это тоже вот интересная Очень такая страница Да Благодаря тоже Сергею Анатольевичу Я понимаю Или как вам он привлёк Ну как вам сказать Мы оба сделали этот проект Благодаря, скорее всего Сергею Александровичу Исаеву Царствие небесное Ректору, которого убили В эти страшные годы И именно он нас привлёк С нашей идеей Я бы так сказала Это было бы правильнее И мы начали преподавать И на минуточку 20 лет Попреподавали Вот это Вы знаете, для меня Это было открытием В себе самой Потому что я никогда не думала Что у меня будет получаться Я думала, что я буду завидовать Артисткам, молодым Студенткам Что они играют те роли Которые я бы хотела играть Вдруг выяснилось Что мне это страшно интересно И что с ними Уча их Рассказывая Говоря им всё время О вещах, которые для меня Важны в профессии А это кроме владения профессией Ещё и Необходимость говорить О каких-то вещах Ну, о теме О том, ради чего я выхожу на сцену Ради чего я играю в спектакль Что произойдёт В сегодняшнем вечере Хоть с одним зрителем В зрительном зале Вдруг я выяснила Что мало того Что они стали мне Ну, больше, чем дети Не знаю, что может быть Больше, чем дети Но они стали моим миром Моей семьёй Но я актёрски стала расти Ну, уже если дважды два Повторять сто раз человеку Что это четыре Ты уже никогда этого не забудешь Ну, точно не перепутаешь Что пять Но вы ещё говорили Вот в одном интервью Интересную фразу Что вы могли дать больше Чем режиссёр Потому что как актриса Вы могли научить их тому Как сделать то Что требует режиссёр Это моё любимое Потому что Иногда режиссёры делают Выстраивают сцену И научить актёра Особенно актрис Да нет, всех Найти оправдание Найти Найти Почему я это делаю Вот почему я этот стакан Сейчас Вот именно в этот момент Я должна выпить воды Ведь режиссёр говорит Вот здесь возьми бокал И выпей воды Иногда актёр спрашивает Почему Иногда режиссёр может объяснить Иногда режиссёр говорит Не знаю, сделай А иногда режиссёр говорит Не знаю, Вера Ивановна объяснит Почему я провожу в этот момент Пальцем по столу Проходя мимо Я знаю почему И вот это Подарить молодым актёрам Это вот Мне кажется Очень важно И не могу не сказать Что сейчас Мне сделано Сделано предложение От которого Как говорится Я не могла отказаться Ну более того Я просто этого хотела Это будет Враньё Если я скажу Что мне сделали А я думала Нет Я с радостью На это согласилась Более того Сама предложила Я с этого года Ой Первый раз это говорю Начинаю преподавать В Афгике Более того Я первый раз в жизни Начинаю преподавать На курсе режиссёров Актёрское мастерство На курсе Это вызов для меня В первую очередь Это Мастерская Андрея Андреевича Ишпая Я у него снималась В фильме Дети Арбата И мы дружим 12 лет Он даже был Когда-то свидетелем На моей свадьбе И мы Евгения Павловна Симонова Играли много-много лет В спектакле Три высокие женщины Которые мы Кстати Привозили в Ригу Вот И Это такая Для меня Ну честь Честь и вызов А что я Вот артистка Чему я научу Молодых режиссёров Говоря вот Про молодёжь Ну Принято всегда ругать Говорить То что Раньше были Ну вот Звёзды калибра Евгения Леонова Иннокентия Смокдуновского Вот куда Дескать пропали Вот эти Ну вот те дарования Которых можно поставить В один ряд Никуда они не пропали Они есть Просто Нет Я считаю Что люди Которые идут В нашу профессию Они Замечательные Во-первых Они сумасшедшие Такие же Как и я Вот Как Катя Как вы Наверное Не знаю Как люди Которые занимаются Творчеством Мы же понимаем Что мы не знаем Ничего про своё будущее Мы не знаем Сможем ли мы Элементарно Прокормить себя И семью Мы не знаем Получится или нет Но мы идём В это Потому что мы Без этого не можем Есть люди Которые туда идут Случайно Но так есть Первый и второй курс Где разрешено Отчислять Расставаться А остальные Да нет Они замечательные И вот В восемнадцатом году Был выпущен В ГИТИСе Курс Где есть ребята Которые сейчас Потрясающе работают Просто они ещё молодые О них не знают Это там Никита Калагриевый Это Артём Губин Это Марк Вдовин Они уже Очень много уже Снялись И снимаются И Они безумно интересные И такие же больные Как и мы на всю голову Потому что Они так же живут Иногда в проголоде Они так же живут В общежитиях Они так же Ищут работу Везде Где можно Раздают листовки На улице Потому что К сожалению Сейчас во многом Обучение стало Платным Не бюджетным Скажем так Вот И Бюджетных мест Очень мало И люди идут Ночью работают В Макдональдсе Или еще Где-то И читают 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 Хватают То что они Не добрали Нет У меня нет Такого Я вот С прошлого года Начала преподавать В ГИТСе На заочном курсе Это уже Для людей Которые работают В театрах Там Или снимаются Ну тоже Очень интересные ребята Они постарше Но они Очень интересные Но образование Культура Они Они добирают Они добирают Но вы знаете Обычно приходят люди Которые все-таки Что-то Знают Что-то Чем-то Интересовались Раньше Знаете Вот Был момент Мне кажется Что у Райкина Это было замечательно Что был дефицит Пусть все будет Но чего-то не хватает И вот в советское время Я прекрасно помню Что люди Ну стояли ночью Чтобы записаться На собрание сочинений За книгами Сейчас они интернет открывают И все что хотят Прочтут Главное Чтобы захотели И Наверное Наша Работа Наша Миссия Красивая Извините Сказала Состоит в том Чтобы Ну чтобы Сделать так Чтобы они захотели Вот я сижу На занятиях И я например О чем-то им рассказываю О ком-то им рассказываю Говорю Не читали Да Ну-ка посмотрите Завтра расскажете Иногда можно заставить Заставьте Будь Притворитесь Будьте культурными Привыкните Это то же самое Тоже рецепт А нет ли все-таки Случайных людей Потому что Очень многие Представляют Ведь профессию актера Ну скажем В розовом свете И Ну имеют совершенно Превратное представление Есть конечно Есть Ну так их и отчисляем Ну их и отчисляем Первые два курса Имеем право отчислить Вот в этом году Отчислили Вот на весенней сессии Отчислили По-моему Четырех или пяти Ну отчислили Ну жалко Ну плачут Но с другой стороны Ведь может быть Это как раз И спасение для них Потому что Они не потеряют годы Не будет у них разочарования А иногда бывает И наша ошибка Всяко бывает Ну да Я Тут ведь Понимаете Это такая профессия Ну можешь Не можешь Ну я считаю Что ты можешь А вы придете Скажете Да ладно Я не люблю И Галамазов не любил И наша мастерская Не любила Никогда Такие Конфетные Конфетных людей Они любили Индивидуальности Чтобы что-то было Такое особенное Вот А другие мастера Любят именно это Это Тьфу Это же вкусовщина Кому-то я нравлюсь Как актриса Кому-то нет То есть нет Какого-то здесь Возможности Вытащить линейку Метр И измерять То есть это Конечно А кто Ну как Это как в любви Каждый человек Находит свою Пару Или свою Кто его полюбит А кого-то Идет красивая женщина А ее никто не любит А рядом идет Какая-нибудь Не знаю какая А ее любят Откуда Она петушиное слово знает Потому что Это то же самое Когда ты на сцене Ты Либо знаешь Петушиное слово Либо нет А как сделать Чтобы полюбила тебя Ну я не знаю Вот рампа сцена Потому что говорят Никак не сделать Это Господь Бог Мама с папой Вот и все Ну есть же Вот какие-то хитрости Ну те кто сталкивались Вот говорили Что с себе Сталлоне Видели что он Маленький Плюгавенький А вот он на экране Кажется таким Ну просто Оператор хороший У него И свет Хорошо выставляет Все То есть Все хитрости Нет Если он хороший актер То важно Всегда важно Хороший оператор И хороший свет Это для любого актера А если он плохой актер То никакой оператор И никакой свет Не поможет Ой я просто Заглядываюсь на время Чтобы нам успеть Поговорить Про Вот проект Который О котором Вот о том Что в Латвии В Риге Будет Очень интересный Новый проект Который связан Как раз Вот с Екатериной Ланской И интрига в том Что вот Мне говорят Услышишь историю Которая начинается Однажды Я пошла за сверчками Вот Да Да Я уже сказала Ну тогда Рассказывай зрителям Ну можно я расскажу Да Потому что я Уеду А она останется Это был плохой день Нет Начнем с другого Где-то зимой Мне прислали пьесу Ленинградская Санкт-Петербургская Драматург Майя Тульчинская Написала пьесу Называется Маленькая пьеса Для актрисы Кактуса Пылесоса И Алисы Алиса Которая живет В телефоне То есть Пьеса Возникла Там же В Санкт-Петербурге Молодая режиссер Мария Романова Очень 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 Талантливые Две Изумительные Женщины Которая Мне послала Мироздание Они Представили эту пьесу Мне Я ее прочла И влюбилась Дальше Началась интрига Мы репетировали Сначала в Москве Потом Я поехала В Питер Потом Кто-то приехал В Москву Потом еще Возникла Третья республика О которой Я пока Я пока Не буду Говорить Началась Какая-то Интрига Приехав В Латвию Я просто Рассказала Об этой Истории Кате Просто Просто Потому что Мы Ну Посмею себе Сказать Подруги С прошлого Года И у нас Были Какие-то Очень Завиральные Идеи Которые В общем Мы поняли Что пока Они Завиральные Возвращаемся К этому Дню Он был Плохой Я была Очень грустна Потому что Я наткнулась На какую-то Человеческую Непорядочность В очередной Раз И Решила Проделать Свои 40 километров Пешком Потому что Это очень Сильно Отпускает После этого Ты уже Ни о чем Плохом Не думаешь И иду себе По улице Юрмала Мимо едет машина Катя Открывает окно И говорит Верочка Я еду за сверчками Поехали со мной Мне очень страшно Было в этот день Оставаться одной Я не знала Как У меня будет настроение Я с радостью В пляжном виде Прыгнула в машину И мы поехали За сверчками Поехали за сверчками Попили кофе Потом Купили мне Тапочки Потом Поехали в Ригу По делам Вообще Не надо Она говорит Ну давай на 5 минут И мы заезжаем Как это правильно произносится Digital art house Digital art house Мы оставляем машину Это музыка Домой Домой Расскажешь Катя Потому что я играла А она видела Да Это правда чудо Я очень рада Во-первых Тебя видеть Чудо было в том Что знаешь Когда пространство Закручивается Все так Я делаю И чувствую Что ты счастлив И без чего-либо конкретного Это не праздник Не день рождения Не Новый год Вот это был такой день И Очень удачный проект В том году Про который мы с тобой Говорили Я надеюсь Что скоро Он появится Уже в эфи Мы его выложим Срига Слайкс Так вот Арнис Ритупс Говорит Что Когда Ты Являешься Частью Праздника души Не важно Какого количества Людей То этот праздник Он как волны Распространяется Дальше И Чудо Это было Потому что Я думаю Что те волны Которые подарила Вера Которые подарил Автор пьесы Вера скажет Что у нее сейчас Тоже непростой период И я надеюсь Что этот День который был И который еще будут Когда уже будет Официальная премьера Они подарят Вот эти все Праздники души Продлят дни Еще нашему автору Вер Расскажет Про это И Так вот То чудо О котором я хотела сказать Ты знаешь Она говорила Про дерево А дерево Сзади появлялось Но мы это не репетировали Но мы не репетировали И Просто Каждый из нас Ну не понаслышке Знает Что такое Репетиции То есть ты можешь Харкать кровью Пытаться Чтобы все Совпало Вот здесь Звукорежиссер Включил эту ноту А здесь Появилась Эта картинка И это День изо дня Может происходить И ничего Не происходит А вот здесь Не было Ни репетиций Ни подгоняний Каких-то Картина Даже вот Даже слово Понимаешь Я даже в словах Запуталась Потому что Слова подгоняний Нет Но вот в этом случае Ты действительно Не знаешь Какое слово Подобрать Потому что Ну то есть Не было Суеты И было чудо И удовольствие Для меня Само собой Да Случилось Я не знала Что Текст пьесы Совпадет С тем С той инсталляцией Которую создал Рома Морозов А Настолько Как будто Мы это делали В течение полугода Подгоняя Каждое слово Каждый звук Даже Музыка Уходила Уходила Когда я замолкала Она появлялась И Обрушивалась На меня Или наоборот Создавала Я слышала Я говорила В зале кто-то Всхлипнул И вдруг Музыка Всхлипнула В зале Всхлипывали Вместе со мной Кстати Вот Я перебила Катю Но это Наверное Действительно Притом Вы знаете Я Перфекционистка Да Я всегда Нервная Чтобы все получилось Я была спокойна Я получила Такое удовольствие Я так благодарна Катерине Ланской За эту За сверчков И за эту Безумную идею Но она тоже Ее как-то сказала За то что мы Встретились За то что Она такой Продюсер Когда я сидела Репетировала Этот часик Не зная Ни в чем Отказа Она меня Охраняла От каких-то Непрошенных Людей Она сделала Вокруг меня Некий Это настоящий Продюсер Это можно Только позавидовать Людям Которые с ней Работали И будут работать И я сама Себя завидую Сама себе Завидую Потому что Судя по всему Дай бог Чтобы мы Прошли Эту Пандемию И чтобы Ничего не Закрылась И чтобы Я зимой Приехала И мы зимой Сделали бы Здесь Официальную Премьеру С исполнительным Продюсером И автором Идеи Екатерины Илонской В этом Охренительном Извините Такое Слово Пространстве Потому что Оно Невероятное Я хочу Тебе сказать Еще знаешь Вот Ну Все что касается Святой Троицы Меня всегда Дико Будоражило И храм Да Который В Барселоне Град Де Кастили Да И Ну вот То как он Создавался Перевернутый Вся история Да Ты же знаешь Что макет Вот Ну как бы Все вокруг Этого Понятия Оно всегда Меня очень Вдохновляло И И вот Я ощутила Какое-то Что-то подобное Понятно Что Мы не можем Умом Мы это не понимаем Уже давно Много книг Умных написано Про то Что Святую Троицу Понять Нашим сознанием Невозможно Вот Как это Отец Сын Святой Дух Но Я ощущала Состояние Святой Троицы Когда Когда Была Вера Я И Рома Что Вот Это Ну что-то Такое Скажи Ну Просто Потому Что мы Были Я не знаю Что это Было Мы Знаешь Как Сказали То есть Там Она Репетировала Я Сняла Маленький Кусочек Вышла В коридор Чтобы Ее Никто Не тревожил И на Телефоне Говорю Вот Смотри Вот Она Скажет Вот Эти Слова Тебе Нужно Выключить Будет Все Видео А вот На этих Словах Включить И Все Это Было Единственное Единственное И он Это Сделал Именно В тот Мой Он Тоже Первый В жизни Вообще Все Что происходило В этот день Для меня Непонятно Нам Надо Это Забыть Потому Что Есть Такое Правило В театре Нельзя Ничего Повторять И Как только Начинаешь Повторять Тебе Не Получается И Поэтому Если Бог Даст Будут Летать Самолеты Мы Будем Здоровы Мы Закончим Все Это Безобразие В Которое Мы Оказались Весь Мир Оказался Не Мэдни И Мы Сможем Я Почему-то Думаю Что Это Должен Быть Январь Да Конечно Волшебное Время Волшебное Время Да Мы Мы Можем Завет Но Нам Надо Забыть Этот День Потому Что То Что Было Тогда Не Повторится Это Было Для Того Чтобы Мы В Январе Это Сыграли То Знак Такой Что Надо Да Потом Знаете Когда Все Получается Когда Не сопротивляется Ничто Ни пространство Ни люди Ни события Ничего Не мешает Тебе Ты просто Идешь И плывешь По этой реке Значит Все правильно Потому что Я уже Убедилась Когда Что-то С таким Трудом Это Редко Имеет Какую-то Жизнь Ну и Кроме Всего Прочего Я мечтала Я играла Здесь В Кулдыге Было Такое Счастье Для меня Не просто В Кулдыге Я играла В соборе Спектакль Особые люди Значит Я играла В доме Москвы Спектакль Я играла В русской Драме Но Когда Пришла Эта пьеса Я так Мечтала Конечно Сыграть По ее В Латвии Моноспектакль Никого Не надо Привозить У меня Есть все Квартира ВНЖ Меня Просто Привезти И декорации Не нужны Костюм На мне Остальное В голове И в сердце Вот Но Это было Не могло быть Потому что Не могло быть Никогда Но это будет Мне всегда Вот удивлял Момент Вопрос Точнее Вот Кино и театр Это две разные Профессии Для актера Ведь наверное Ну всегда Какой-то есть момент Вот когда Здесь и сейчас И что-то вот уходит И оно остается Только в памяти людей То есть вот Которые видели Этот спектакль Ну если мы говорим О кино То да Можно пересматривать Ну это Скорее Нет Ну вообще Это разное Конечно Разное существование Разные Способы существования Актерские Профессиональные Ну все равно Для того чтобы На льду Человек Фигурист Показал Что он Как-то смешно Это делает Падает Ему надо Идеально владеть Профессией Точно так же Если ты идеально Владеешь профессией Умеешь Вообще все Все знают Но часто Знают Не то Вот про меня Многое знают Очень многое Но часто Не то Я не хочу Никого Разочаровывать Что знаете То и знаете Это ваши проблемы Знаешь Я хочу тебе сказать Что этот год Он вообще Какой-то Особенный Вот мы виделись Почти ровно Год назад Я очень скучала Но Я знаю Она мне говорила Об этом Но нам не просто Так не удалось С тобой встретиться Целый год Потому что Я очень много Работала Я осуществила Одну из своих мечт Больших И открыла Свой продакшн В Риге И вот ты знаешь Я думала Ну как это будет Как Как вообще Ну потому что Летать-то теперь Очень сложно А я здесь Вот А я здесь Да И поэтому Я решила Что надо Норку обустраивать Хватит Как стрекоза И вот Ты знаешь Настолько Первый блин Не комом С этим спектаклем Раз А И с премьерой Да Я была на премьере Этого клипа А я еще не сказала Какого Я молчу 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 Как раз Да И у меня Просто удивительные проекты Я должна За минуту успеть Все сказать За минуту У нас Нам показывают Надо успеть Все сказать Тогда быстро говорю Это себе подарок О боже мой Подарок Да Я не смог Прийти От другого Да Я нашла в Риге Фантастическую девушку Которая Ты ушла из микрофона Из микрофона Которая создала Вот этот шедевр Виктория Нукневич Которая часть моего продакшена Мы сделали проект С Катриной Гупала Фантастической певицей Клип Который Называется Сон русалки Это даже не клип Это короткометражный фильм На песню Известную Эдит Пиа Флавен Рос Это вот первый Да Я была на этом На этой премьере Это нечеловечески красиво Жду предложений Да А второе Мой тебе подарок Эту книгу Ты наверное знаешь Но я хотела бы тебе Ее вручить Из своих рук Потому что Я являюсь Ассоциатив Продюсером Фильма Совет Милк Молоко матери Если кто-то не знает Это Автор Нора Икстен Я считаю Что это Практически Новый Шекспир Или Ну у каждого Свои любимые авторы Но Это очень Фантастическая Писатель Женщина И Ее книга Переведена На 28 языков И на Эту Книгу По этой книге Будет сниматься Кино Точнее Но уже Снимается Его снимает Энара Колмана Для меня Это Такой Латышский Кимки Дук Вручаю тебе Спасибо большое Потому что У нее масса Фантастических Документальных Фильмов Ее художественная Картина Билла Взяла Массу Призов Но Я думаю Что этот Фильм Совет Милк Молоко матери Будет номинироваться На Оскар От Латвии Потому что Это будет шедевр Ну что Судя по глазам Звукорежиссера Надо заканчивать А можно я скажу Одну вещь Которую я не сказала Я говорю правду Не льщу Я очень часто В Москве Нахожу И смотрю Болтку Спасибо большое Вера Ивановна Бабичева И Екатерина Ланская Сегодня с нами Были в студии Спасибо огромное Ждем Ждем уже С премьерами Снова Да И ждем вас На премьеру Радио